Итак, виноградник укрыт, зима на носу и сезон работ на винограднике можно считать завершенным. Сегодня кратенько об этом поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном винограду, росту и виноделию. Зовут меня Светлана. 26 ноября у нас сегодня, как видите, наступила зима, но мы успели накрыть свой виноградник до того момента, как выпал снег. Очень много бывает комментариев, что ой, а как вы все это накрываете. Ну, как берем и накрываем. Смотрите, вот везде на шпалерах между столбами натянута проволока, да, и на эту проволоку домиком-шалашиком вешается укрытие. Укрываем мы синтетическим ватином. Что это такое? Это фактически синтепон, только прошитый. Мы его сшивали в такие одеяльца, ну вот кое-где, сейчас снегом заметено, ну, немножко видно в стыке, да, что это не сплошное полотно, а составные части, ну, просто нам так было удобнее. И смотрите, раньше мы укрывали по два одеялка, а теперь укрываем по одному. Почему? Потому что фабрика, которая производила вот все это, перестала производить, и виноградник наш растет, а материала докупить негде. Ну, смотрите, вот здесь это 10 рядов накрыто, и вот здесь еще 2, 4, 6, вот еще 6 рядов. Ну, а дальше здесь вот плоховато может быть видно, да, снег все скрывает. Холмики, это молодые посадки, здесь еще 2, 4, 5, еще 6 рядов. Вот, молоденьких мы накрыли чуть пораньше, просто чтобы удобно было засыпать землю, они небольшенькие, поэтому пока укрытие для них вот такое. Вообще каждый год, вот когда речь заходит об укрытии, я говорю о том, что если бы у нас вообще снежное покрытие было довольно стабильным, то можно было бы вообще не накрывать. Снег, это шикарное укрытие, и очень хорошо работает. Но, к сожалению, снежное покрытие у нас нестабильно. Да, вот второй год подряд у нас уже снег приходит довольно рано, в прошлом году тоже где-то вот в конце ноября он был полном, потом бывает, что в декабре он растает, да, и такая у нас наледь какая-то непонятная. Особенно опасно в феврале, когда снег сходит, а потом морозики приходят, а потом оттепели, и вот эти вот температурные качели, именно это и опасно в нашем регионе. Именно поэтому мы виноградник накрываем, чтобы сгладить вот эти перепады температур. И смотрите, опять же, кто, допустим, сейчас не успел, да, не укрыл, а уже снег выпал. Ну ничего страшного, смотрите, опять же, вы укрыли свой виноградник, если вы посчитаете это нужным, можете, ну даже в феврале, вот сейчас снег выпал, да, накрыл лозы, ну у нас сколько тут снежного покрытия, наверное, сантиметров в районе семи сейчас, да, обещали на сегодня вот какие-то страшные снегопады, может быть ещё подсыпет, но это не точно, да, поэтому выпал у вас он и выпал. Если потом вот снег сойдёт, да, и понимаем, что какие-то идут вот эти морозики на голую землю, да, ледяные дожди, вы тогда можете укрыть. То есть если вы сейчас не укрыли, не успели по абсолютно разным причинам, у нас у всех свои возможности, да, и свои обстоятельства, то ничего страшного, вот сейчас лоза ничего не боится. Сейчас лоза большинство выдерживает минус 20 легко, она находится в состоянии покоя, в глубоком состоянии покоя, и поэтому ей морозы не страшны, а вот страшны как раз-таки вот где-то в феврале, когда она уже из естественного покоя как бы вышла и находится в покое вынужденном. И тут вот это вот плюс-минус, плюс-минус, вот это мешает, вот это для лозы плохо. А сейчас можете быть спокойны, не успели, ничего страшного. И ещё пару таких моментов про укрытие, да, чем укрывать. На любом подручном материале можно всё это делать. Мы когда-то первые годы просто шли в лес, собирали сухой папоротник, такие тоже делали волки, сверху накрывали плёночкой, чтобы папоротник этот не намокал. Точно так же можно сделать с соломой. Единственное, что в соломе может быть много зерна и могут ходить мыши. Также можно накрывать лапником, можно накрывать спонбондом. Единственное, что важно, да, вот с тем же спонбондом, широко к земле расстелите это укрытие. Бывает кто-то, новички, да, они просто лозу там укрутили во что-то. Это не работает. Укрытие работает на то, чтобы поддерживать тепло от земли. Да, поэтому чем шире вы расстелили, тем больше тепла там будет. Кто-то баннерами накрывать, кто-то даже там досками, шифером, старым лидолем, да, чем угодно. Всё, что у вас есть, какие-то подручные средства, этим можно укрыть. Ну а если у вас такой счастливый регион, в котором нормальное снежное покрытие, да, то можно сильно не заботиться. Спустили лозу на землю, да, и всё. Ну уже дальше по весне смотрим, что там будет происходить, да, надо ли нам будет защищать от заморозков весенних, да, надо ли нам будет сдерживать рост. Вот ещё пару таких слов про укрытие, что оно нас не только защищает по зиме, оно ещё у нас сдерживает рост по весне, по ранней весне, когда первые приходят тепло. Это тоже очень важно, потому что если лоза рано просыпается, опять же, вот эти вот любые весенние морозики, они для неё плохо. Поэтому нам, собственно, укрытие и нужно. Ну, как видите, мы своё уже всё укрыли. Здесь больше, чем 200 кустов, наверное, по 250. Я уже в точной цифре потерялась. Ну, на самом деле ничего такого вот прямо глобально страшного нету, при том, что в этом сезоне всё это накрывал один человек, мой муж, потому что я больше сейчас занята с ребёнком, он накрывал и второй участок. Ну да, это работа, тем не менее, работа такая вполне реальная. Ну, как я уже сказала, на этом сезон работы на винограднике завершён. До весны мы уже здесь делать ничего не будем. Но будут ролики про сорта, будут ролики про вино, может быть, ещё про что-то будут ролики. Будем смотреть. Ну, а дальше будем ждать весны. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Щё», ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!